Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Разворот». Олег Пека в студии. Сегодня проведу программу я. И сегодня мы говорим с директором театра «Дайлес» Юрис Жагрос в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, господин Жагрос. Вот, конечно, многие, проходя по «Бривибас», по «Бруйненеку», видят, что происходят ремонтные работы, то есть всё сейчас вот в лесах строено. Что происходит сейчас с театром? Когда закончится, может быть, этот период стройки? Что ожидает, может быть, в новом сезоне сразу? Вот все новости, с которыми я понимаю. Ну да, как-то так совпало, что как мы поступили на работу, новая команда сразу начала строительство, и все как-то ассоциируют это с нами. И мне спрашивают, Жагар, что ты там перестраиваешь? Я ничего не перестраиваю. Этот проект был уже задуман много лет назад, и это просто отепление. Там европейские фонды и отепление всего здания, потому что здание 77-го года. И оно не перестраивалось. Оно не перестраивалось и так далее. Так что это большая, огромная работа. И следующим весной начнётся работа на этом площади, который перед театром. То есть там будет красивый сквер и не будет автостоянка. То есть мы надеемся, на следующую осень, когда откроем сезон, Дайлас Театр будет гораздо лучше выглядеть. Ну и, кстати, можно сказать, что совпало так, что буквально через 10 дней после вашего назначения и чрезвычайная ситуация была объявлена в стране, и в результате этого закрылись очень многие культурные учреждения. То есть вот как вы пережили этот тяжёлый период? Ну да, это был такой немножко шок в начале, но как-то я привык к такими ситуациями, и я хорошо могу держать стресс. То есть так как у меня бизнес всегда горнолыжная база, никогда не знаешь, когда снег будет, не будет, когда сезон кончится, не кончится, вообще будет зима и так далее. Я как-то довольно хорошо могу в таких ситуациях реагировать. То есть не было так, что была такая паника, просто мы знали точно, что делать. Единственное то, что у нас мы были одна из тех организаций, где были два заболевающие, то есть два больных, которые инфицировались. То есть нам сразу надо было немножко более экстремально какие-то акции делать, что-то делать. Но так, в принципе, этот период прошёл довольно, если сказать, стабильно. Мы были вынуждены, конечно, немножко скоротить штат. То есть люди увольнялись, мы договаривались с ними, некоторые просто мы должны были уволнять, потому что не было больше работы. Теперь всё более-менее уже вернулось назад. Мы можем в нашем зале 500 зрителей посадить. Это очень-очень-очень хорошо. Потому что там в худших было в ситуациях сначала 250, да? 250-е тогда очень под вопросом, стоит ли спектакль играть вообще, потому что спектакль что-то стоит. То есть летом мы играли в саду, сделали покрытие в саду, играли в саду для 100 человек, для 50 человек вначале. Мы всё время смотрели, как экономично это выгодно, какие спектакли и на сколько зрителей, за какие цены мы можем продавать, чтобы это было логично. Там должна быть какая-то пропорция. Театр никогда не будет бизнес. Но какая-то логика, пропорция должна быть. Сколько ты можешь получить за билеты, сколько зрителей сидит в зале и сколько стоит спектакль показывать. Ну и вот говоря про эти спектакли, я понимаю, что в новый сезон обычно всегда готовятся премьеры. И здесь тоже сейчас вы готовите… Уже, по-моему, первая премьера состоялась 18-го числа. Да, но с этими премьерами мы как-то… Уже одна премьера была в конце июля, потом премьера в августе. Мы решили, что эти премьеры как-то мы будем всё-таки к прошлой сезону подключить. Почему мы так решили, не знаем. Нам так казалось. Это уже были наши премьеры, то есть, тотально наши проекты. Нам и придуманы, и наша команда реализовала. Но как-то мы думали, что это больше предыдущий сезон. И сезон в театре должен начинаться в сентябре. И сейчас, на прошлой неделе, была премьера «Доктор». С большим успехом. Я считаю, уже комментарии в интернете очень много позитивных, критики уже позитивно отзвались. Но самое главное, только что пришло из собрания, что это изумительно, как легко в Латвии работать в культурной сфере. Потому что, как только пошли слухи, что спектакль хороший, нам уже выкупили. За субботу, воскресенье, уже в октябре нет, уже билетов на этот спектакль. Уже начинает ноябрь покупать. Это феноменально. Если спектакль хороший, маркетинг не нужен вообще. Феноменально просто. Ну, очень здорово. Действительно, очень рады за вас. Но я понимаю, что еще будет несколько мероприятий. В частности, вот юбилей Рейзи и Калнини в декабре. Это будет юбилейный концерт, я понимаю, или какой-то спектакль. Да, это будет юбилейный концерт. Сейчас идут переговоры, и концепции как-то усваиваются, как это делать. Мы решили, что Рейзи в данном случае должна выступать как актриса, как прекрасная актриса, то есть не как режиссер, потому что она, во-первых, актриса. И мы хотели как-то... И мы с ней говорили, она согласилась. Мы пригласили кино режиссера Дависа Симонеса, который тоже делал довольно много музыкальных концертов и так далее, как режиссера. Они встретились, насколько я знаю, вчера. Не знаю, какой фидбак, как они договорились и так далее. Но если они договорятся, и все будет в порядке, тогда концерт будет в таком составе, что режиссер будет Давис Симонес, и Рейзи будет как актриса. Это будет около рождественских этих свободных дней, то есть в этот период. Но вообще вот эта ситуация с ковидом, она действительно очень многие театры заставила придумывать какие-то новые формы. В частности, там проходили и спектакли, удаленно продавались билеты, чтобы зрители могли сидеть дома и смотреть из дома спектакли, а репетиции шли удаленно. Как вы к этим всем новшествам относитесь? Довольно скептично, откровенно говоря. Конечно, от нечего делать ты можешь это делать. Это как будто виртуальная тренировка. Конечно, творческие люди, они должны все время заниматься творчеством. Это единственный вид, как ты можешь заниматься творчеством. Это как спортсмен, если он не может выходить из дома, он делает тренажеры внутри дома. Но для соревнований это не хватает. Театр все-таки это живое. То есть, мы тоже попробовали, был такой эксперимент, сделали, окей, поставили спектакли и оставили. То есть, забыли и все. Ну, было такое дело. Я лично, честно говоря, не видел ни одного из этих дигитальных проектов, которые бы я сказал, это феноменально. Я не видел иранские конференции Сенькова, которые все говорят, это было очень хорошо или одно из самых лучших. Но как-то это не работает. Я смотрел некоторые спектакли, которые сняты, они живые спектакли, но они сняты. Это еще работает. Ты понимаешь, что ты сейчас не можешь в Лондон поехать посмотреть спектакль, ты сможешь его посмотреть в экране. Но такие чисто дигитальные проекты – это не мой личный вкус. И при том, ну, как сказать, в большом числе потребители театра, они работники интеллектуальной сферы, они работают с мозгами. То есть во время ковида 90% из них уже весь день сидели у компьютеров. То есть потом еще вечером сидеть у компьютера и смотреть спектакль, ну, не работает. С большим трудностям я могу телевизор подключить, большой экран, Netflix смотреть какой-то фильм, еще что-то другое. Но опять сидеть на дигитальной как-то зоне, в которой я уже весь день работал, это так умительно. Вы же знаете, все Zoom-конференции, Skype-конференции, это так на нервах, это так утомительно. Ты так устаешь после этого дня, когда ты весь день сидел в Zoom, просто ненавижу, глубоко ненавижу. Часами просто сидишь. Особенно, если какие-то иностранные конференции, ты должен все-таки концентрироваться, каждый говорит с другими акцентами, ну, не просто. Еще вечером спектакль смотреть, извините, нет. Ну, я слышал, вот читал в одном из ваших интервью, что вы даже высказывали мнение, что нужен театральный труппе психолог вот на время этой, потому что люди все творческие, очень возбужденные, нервные, это, конечно, ситуация еще больше. Вот все. Да, вы знаете, я с этим встретился только что неделю назад, опять может это, потому что такой у меня характер, я как-то никогда не умел говорить ни со своими детьми, то есть я никогда не был к психологу, я не знаю, что это такое, просто это у меня полная такая сфера, то есть во время этого ковида я делал некоторые ошибки, что мне казалось важно делать, но не важно говорить об этом, что мы делаем. Но оказывается, людям очень важно тоже знать, что мы делаем и говорить. Я иногда с женой ссорюсь, что она говорит, у меня есть проблема, и она рассказывает, какая у нее проблема, и у нее проблемы, и я говорю, окей, нет проблем, я решаю твою проблему таким-таким-таким образом. Она говорит, мне, черт возьми, не надо, чтобы ты решил мою проблему, мне надо, чтобы ты послушал, что у меня есть проблема, а я сама могу решить, но ты не слушаешь, ты сразу подключаешь решать проблему. То есть я привык так вести бизнес, и так как-то менеджировать процессы, что делать, но я не умею говорить, но большой организации это обязательно, ты должен говорить, должен коммуницировать, все время должен объяснить, почему такое решение, и так далее, и так далее. Это пункт один, так как это не моя профессия, я это не умею, то есть я думаю, что надо нам, театр психолога. Но сейчас очень интересный момент, ко мне пришел один психолог, который сейчас будет учиться, и специализацией как раз будет психологии артистов. То есть за границей уже про это говорят, что театр берет в штате психиатра, который работает с актерами, потому что нет секрета, у нас работа очень эмоциональная у актеров. Я сам знаю, после тяжелого спектакля ты приходишь дома, ну полностью пустой, не можешь как-то так быстро опять пойти в старую зону. И она говорит, что это уже довольно популярно за границей, что вот в театре есть психиатр, психолог, который работает с актерами, который снимает у них стресс и так далее, и так далее. Я говорю, но стресс это обязательно для актеров. Если у тебя нет стресса, ты ничего не можешь делать, это как на работу прийти, и сразу начинается стресс. Перед выходом на сцену это стресс обязательно, если ты не волнуешься перед выходом на сцену, ничего не будет, если психолог успокоит всех актеров перед выходом на сцену. Может, зрители заснут, они такие спокойненькие, такие без проблем. То есть с этим психиатром очень интересно, но вы очень интересную тему взяли, потому что это и вопрос поколений, конечно. Молодое поколение, у них это как хигиена, гигиена. Как мы идем, не знаю, к зубному гигиенисту, что уже нормально идти, идешь туда, и это нормально, так, наверное, есть какое-то мозговое гигиена, которое мы старые люди не знаем, а у молодых это дефалт, так сказать, нормально раз в месяц пойти поговорить. Но я знаю, что вы вот тоже в одном из интервью говорили, что вы даже не знаете, что такое депрессия, ну, в том смысле, что вот действительно… Я как-то не знаю, потому что я счастлив в этом смысле, что я такой тупой, может быть, знаете, немножко. И это может, потому что всегда два сферы. Я когда, как артист, я должен быть очень эмоциональный и очень такой импульсивный, и очень все чувствовать, и так далее, иначе ты не можешь быть актером, а в бизнесе как раз наоборот, ты должен быть cool, 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 все время, так сказать, считать, 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 потому мне как-то всегда казалось, когда я становлюсь эмоциональным, мне кажется, что я на сцене, я работаю. То есть я всегда стараюсь себя тушить эту эмоциональность, если я не на сцене. Ну, у вас, я смотрю, буквально в октябре три спектакля, запланированный вот в театре «Дайлас», как удается совмещать, при том, что ведь вы и занимаетесь и бизнесом, и депутат самоуправления, и очень много обязанностей. Ну, я всегда много работал, я привык всегда много работать, не потому, что я очень старательный, но просто как-то у меня жизнь так сложилась, что я привык быстро много работать, нормально. Но бизнес уже как-то ушел, я отдал сыну весь мой бизнес, потому что там уже они, я не могу подключить, невозможно. Цессийский концерт-зал тоже я только там как консультант, как депутат. Депутат в Цессисе, там два раза в месяц, и большие собрания, и я только так держу пульс, то есть, когда мне надо что-то делать по вопросам, где я компетентен. Так что театр, театр, театр. Старые спектакли я просто должен отыграть, потому что они пока еще покупаются. Когда их больше не будет зрителей покупать, мы их снимем. То есть, надо играть. Это всегда противно, играть у себя в доме. Это я точно говорю. Когда у нас были гостевые спектакли в Цессисском концертном зале, я ненавидел это глубоко. Потому что люди как будто тебя знают, как Юрия Сажагарса, а вдруг ты в каком-то странном костюме там выпендриваешься и играешь какого-то другого человека. То есть, конечно, я не люблю думать об этом, что я в театре директор, где я играю на сцене. Но, наверное, это блеф, надо к этому привыкнуть. И все. Старые спектакли отыграю, но в новых не буду вмешиваться. Ну, если только вдруг какая-то авария, кто-то заболеет, тогда я могу, так как я профессию умею. Но в новые спектакли, по-моему, это нехороший вкус играть в спектакли, где ты, в театре, где ты директор. Есть ли исключение табаков в Москве, но это исключение. Ну, я знаю, что вы говорите, что спектакли уходят, но есть некоторые спектакли, которые, я понимаю, что вы отпускаете с такой, с болью, с неудовольствием, ну, вот я говорю о роли Джонни в Йерузалеме, которая вам очень близка и дорога. Вот здесь, вот этот момент, что есть спектакли коммерческие, да, они собирают публику, но есть спектакли, может быть, для более узкого круга зрителей, которые дают возможность и реализоваться актеру, и, ну, поговорить о чём-то более серьёзном, чем развлечение. Вот этот баланс в театре, ну, вот для широких масс, ну, так скажем, хиты и вот какие-то глубокие вещи, которые, может быть, не будут очень популярны, но это всё-таки лицо. Да, вы говорите правильно, что это такое представление, что это так и есть, но в мире немножко и меняется это отношение, то есть тот зритель, который идёт в театре, он не ищет дешёвого развлечения, он, в принципе, довольно образованный, то есть у него он знает, что это такое интеллектуальное наслаждение. И мы проверили, вот, например, «Доктор», серьёзный спектакль, серьёзная пьеса, очень серьёзная тема, у нас билеты выкуплены. То есть не всегда развлечение это панацея, то есть как наполнить кассу. Но как интересно, что и в том же время у нас «Тестостероны», которая комедия, где играют шесть прекрасных актёров и действительно мужская комедия и так далее, мы не так хорошо нам продаётся билеты, спектакль хороший, неплохой, но всё-таки как-то вкус людей может быть меняется. То есть и насчёт комедии ты должен очень осторожно думать, что работает, что не работает. Интересно, как публика тоже меняется, они больше не покупают тестостеронов, которые нам казалось, даже по названию мы должны их продать. То есть это не всегда так. но что очень важно, это резонация, спектакль резонирует в данный момент, в данную аудиторию. И то есть с Джерусалем, с Иерусалемом что-то в данный момент, прекрасная пьеса, Бродвей просто снесла, Вест-Энд в Лондоне снесла, все возможные призы и пьеса, и спектакль получила. В Дайлас театр все лучшие актеры были заняты и так далее. Но что-то не сработало, потому что у нашего общества те коды и те идеи, которые в этом спектакле на данный момент не актуальны. И это просто не работает. То есть ты всегда должен думать не больше в таком смысле, что комедия или серьезная, но актуальна или не актуальна. театр все-таки как-то всегда вибрирует с обществом вместе. И как-то если попадаешь в эту актуальность, тогда это работает. Так что этот баланс всегда это очень большая интуитивная работа вести театр. Понять какие спектакли, какой репертуар. ну вот мы сейчас приблизились действительно к такой деликатной теме. надеюсь, что вы сможете как-то прояснить вот что же все-таки произошло с Джей Джей Джилленджером, вот этот конфликт между актерской труппой и режиссером, в чем была причина и вот почему он ушел, хотя он был режиссером очень многих спектаклей, которые собирали кассу и шли с успехом. Вообще-то хорошо сейчас про это говорить, потому что время прошло и по-моему важно понять, помнить и анализировать что и произошло и как это произошло, потому что может это как-то остановит какие-то конфликты в будущем и может даст какую-то школу для руководителя театра, на что надо обратить внимание, что где надо быть очень осторожным. Я думаю, что это такое много факторов. Один из факторов может быть был какой-то такой позитивной ароганции Джилленджера, который хороший режиссер, что он как-то может быть в одном моменте потерял это чувство, что артист все время на таком льду стоит, что в одном ситуации ты можешь быть очень очень ну то есть у тебя есть результаты очень хорошие, потом ты очень быстро это можешь терять. Это во-первых и во-вторых театр состоит из актеров. Актеры это как в авиакомпании пилоты. Ну к сожалению или слава богу так и есть. если этот контакт между актером и главным режиссером что-то там не работает, тогда театр больше не может существовать при руководстве этого руководителя. И там этот конфликт просто был уже назрел очень глубоко и довольно долго. Кто был в этом виноват, наверное, Джилленджер сам тоже расскажет. Мы с ним еще встретились, говорили, потом в декабре еще он позвонил мне, сказал, давай поболтаем, и мы, так сказать, выговорили все дела очень хорошо и долго говорили и так далее. И как-то мы поняли тоже, какие были проблемы. Но это, то есть я все время про это думаю в контексте как я себя должен вести и как Вестер Скайридж как хуже точный результат. То есть ты должен всегда чувствовать, что ты все-таки на тонком льду. И ты все время должен чувствовать, как нельзя терять это чувство, что все-таки это нелегкая работа руководить театром. Это пункт первый и пункт второй. Если актеры счастливы, тогда театр счастлив. Но актер их счастливых делает не только деньги. Их делает счастливых успех. Их делает счастливых успех. То есть ты как руководитель театра должен гарантировать успех для театра. И это успех не только количества публика, но это успех критиками, это успех какой имидж у театра, какой репутация, какой рейтинг и какой статус театра. Статус театра это очень важный фактор, чтобы актеры были счастливы там работать. Актеры не работают за деньги. У них хорошие зарплаты, сейчас мы тоже подняли для актеров зарплаты, но 50% от их чувства дает статус театра, репутация театра и ролика, которые им надо играть. А какой статус сейчас у театра? Я думаю, что мы конечно стараемся этот статус немножко поднять, что мы все-таки не только развлекательный театр, что мы немножко стараемся украсть ту аудиторию, которую взяли Рига Сиауна из театра, которую взяли национальный театр, мы будем стараться от них немножко украсть эту аудиторию, в то же время начинать нашу аудиторию сначала медленно-медленно привыкать им немножко другими продуктами, потому что у нас очень хороший публик, я точно могу сказать, не дешевая, очень хорошая, умная публика, просто надо им показать что-нибудь другое и они хорошо покупают, хорошо берут это, то есть я думаю, мы надеемся, что этот статус где-то немножко пойдет вверх и тоже рейтинг между критиками, что очень важный. Джелленджер всегда говорил, что у него это не так важно, мне это важно. Ну вот я читая прессу, вижу, что в российских театрах сейчас вот как раз когда сменилось руководство, вот не стало Волчек, не стало Табакова, во МХАТе, везде вот как возникли неожиданно конфликтные ситуации, которые говорят о том, что пока есть вот может быть какой-то сильный лидер, он удерживает актеры, многие говорят, что актеры это дети, им нужно все-таки воспитатель, твердая рука. Да, я абсолютно уверен, что в театре демократия не работает. Демократия это самая лучшая, самая худшая форма управления театром. То есть с одной стороны у лидера театра, ну мы теперь с Вестурсом, Кайрюшем, лидеры театра, у нас есть то есть возможность руководить, возможность сказать дело будет так, репертуар будет такой и такой, с другой стороны это большая ответственность. Если что-то не будет работать, мы и только мы будем за это ответственны. Я никогда не смогу сказать, но это же вы все голосовали за это. То есть голосования нету и может это очень важно такой момент, что если Табаков или кто-то уходит, что лидера больше нет, начинается бардак. В театре бардак очень быстро может начаться. Потому я как-то смотрю на это с такой точки зрения, что у меня есть пять лет, у нас есть пять лет с Вестерсом, в которых мы должны доказать театр может быть сильным или нет. Если нет, мы должны уйти. театр какую роль все-таки играет в этом техническое оснащение? Потому что я знаю, что сейчас вы обратились с просьбой 700 тысяч евро, которые необходимы для технического переоснащения театра, потому что оно не менялось с 1977 года. Это не только то, что зритель может даже не чувствовать прожектор другой или такой или такой, но это просто гарантия, что спектакль может происходить. Представьте себе, с 1977 года техника сцены не менялась. Это просто индустриальный музей. То есть вы можете смотреть в советское время самое прогрессивное, что там сунули в этом театре, в технике, но это не менялось. Я всегда удивляюсь нашим механикам, которые старого поколения, которые еще с этим работают. Новый не умеет, как это делает, как можно пустить технику без компьютера, без тачскрина. То есть это просто все ужасно устарело, и спектакль может просто остановиться. И так и бывало, что спектакль просто останавливается, потому что что-то кончается, и в данный момент спектакля, театры, люди все-таки привыклись к какому-то фактору шова. Они что-то тоже хотят видеть, и качество того, что они визуально видят, им очень важно. Это как качество вина в буфете. Раньше это не было важно, сейчас это важно. И то есть эта техника это абсолютно ну как надо. Мы просто поняли в какой катастрофе это но министерство уже нам дало на следующий год и на последующий год что-то мы можем перестраивать, что-то уже делать, и театр огромный. Это самое большое культурное здание, я думаю, в Прибалтике. По квадратным метрам, ну точно, огромное. Так что вы можете представить, как много проблем там? Я еще ребенком помню в 77 году переезд театра, какое-то было театрализованное шествие, когда актеры шли в костюмах, по Бриви, ну тогда еще по лицелине она называлась, по Бриви бы с нынешней, это оставило у меня вот ребенком свершительнейшее впечатление. Да, да, это уникально, мы смотрим на эти фотографии и просто не понимаем, какой идол был театр, как театр был и актер, и все, это было какой-то абсолютно рок-стар, такое чувство, феноменально. Ну, конечно, дизайн и издание хорошие, и эта архитектура прекрасная и так далее, но, к сожалению, в 77-е годы очень много ремонтировать, но если мы смотрим, как много в Латвии нам надо ремонтировать, и улицы и так далее, и так далее, тогда, конечно, я не могу сказать, что это важнее, чем ремонтировать больницу, то есть, мы тоже должны быть разумны и спрашиваем только то, что действительно экстремально, чтобы просто мы могли играть в спектакль. А вот вы упомянули о том, что театр имел тогда очень большой действительно резонанс, и вот постановки были, которые волновали людей, вот сейчас это все-таки остается роль театра, потому что я знаю, что вот некоторые обращают внимание, что в России, например, вот какое-то очень пристальное внимание за театрами, и там достаточно следят, чтобы не было крамок, хотя казалось бы, вроде бы небольшое, но вот там постановки имеют большой резонанс, и вот критика, может быть, власти, высказанная где-то со сцены, она сразу расходится. у нас этого нету, конечно, конечно, есть более-менее актуальные, ну, скажем, самая последняя актуальность была, когда явно из Риггс-театра сделал эти мешки, чеки, да, окей, но это такая тот момент актуальный, явно из Риггс-театра это делает бриллиантно, просто они сразу реагируют и сразу делают, и это хорошо, но, в принципе, театр не имеет такого особенного социального и общественного значения, как может быть в других странах, как в России, и так далее, где политическая система другая, и так во всем Европе, и в Лондоне, и в Германии, и в Париже, я не знаю таких случаев, когда вдруг какой-то спектакль взорвал что-то или что-то открыл, нет, я думаю, что это не надо, это другое время, другая страна, другая ситуация, скажем так, я все-таки считаю, что театр развлечение, интеллектуальное развлечение, но все-таки развлечение, это не социально такая общественная такая какая-то борьба, интеллектуальное развлечение может быть очень серьезное, очень актуальное, возбуждающее и так далее, но чтобы театр что-то менял в обществе, я сомневаюсь. Но кроме театра ведь вы снимаетесь в сериалах, вот буквально сейчас по книге Лэлда Ковалевская детективный сериал, и я знаю, что еще съемки в Испании были для Нетфликса, вот может быть вы могли бы рассказать об этих проектах? Ну да, это был такой довольно цирк, я бы сказал, с Нетфликсом, такой очень интересный. Мне когда еще весной, то есть год назад я поступил в Лондоне в агентуру, то есть как актер, потому что у меня жена англичанка у нас квартира в Лондоне, то есть мы частично там довольно много бывали, теперь для ковида мы там нет. Я решил, что ну просто так как я в театре, ну я не знаю сколько я буду еще работать, я так скажу начну перебраться в Лондон, там довольно много работы для моего типа актера, и я говорю по-русски, по-немецки, по-английски, и меня взяли в этой агентуру, довольно хорошая агентура, там не так легко попасть, меня взяли и начали предлагать роли, и вдруг когда я уже стал директор, ну то есть я уже знал, что я конкурс выиграл, мне вдруг присылают, что Netflix ищет актера для такой-такой-то роли, они сделали пробы, и вдруг меня подтверждают на эту роль, а я уже работаю директором театра, я думаю, как же я так могу, а у них съемки там Netflix не делает, там вот эти дни у вас съемки, у вас съемки с этого месяца до этого месяца, где вы должны быть свободны, я говорю, у меня спектакли, они говорят, какие спектакли, где, я говорю, в Риге, в театре, а где это Рига, то есть в каком-то провинции вы что-то там играете, аматерский театр, это Netflix, вы должны, мы вам даем роль, большой такой, восьмисерийный сериал, и шесть серий, там мой образ там показывается, ну так, и я говорю, нет, у меня спектакли, они говорят, нет, мы вас снимаем тогда с роли, и злые, они из Лондона, это агентура злая просто, она говорит, как, что ты себе позволяешь, просто мы тебе предлагаем работу в Netflix, и вдруг говоришь, какие-то спектакли где-то, я говорю, ну я не могу ничего, на следующее утро в восемь часов говорить, что режиссер все-таки хочет меня и поменять, готов поменять там планы, а режиссер очень хороший, она снимала House of Cards, и такая, довольно знаменитая, ну вот, и она должен работать, полехал, я пошел в Министерство культуры, попросил, а я могу вообще работать, она говорит, ну да, вы две проблемные дети, Гилл Силынч, которые все время идут, поехал, в Мадрид начали снимать, то есть одну неделю вдруг Трамп, Трамп объявляет, что Америка закрывается, я такую эвакуацию в жизни не видел, что за два часа вся группа была в самолетах, у всех были билеты, и всех послали дома, и все остановилось, но так интересный такой опыт, и, конечно, это продолжится когда-то, но когда они опять можно им вернуться в Испанию, и тогда летом был сериал, который тут снимали, это тоже такой уникальный проект, потому что я, Леялда Ковалева, она уникальная, конечно, это, ты видишь, маленькая девушка, кажется, аж, а кто она вообще, девушка, оказывается, она продюсер, которая собрала деньги, организовала эти съемки, большие съемки, и так далее, не знаю, какой будет фильм, верю, что хороший, сценарий был хороший, партнер хороший, режиссер хороший, оператор хороший, там, по-моему, прямо, да, по-моему, там что-то получится, это феноменально, я действительно говорю, Леялда, ты просто уникальная, без такого большого стресса она может это сделать. Я знаю, что вот вы с детства увлекались лыжами, и, по-моему, даже собирались стать лыжным инструктором, были такие планы в жизни, и вот тоже, по-моему, интервью, не помню, в каком издании, но вы говорили о том, что фиксируя свои самые счастливые моменты в жизни, вы вдруг обнаружили, что все они тоже связаны со снегом. Я, когда был молодой, я очень серьезно занимался горнолыжным спортом, спортсменом не стал, но потом, когда я свою базу, и до сих пор я очень серьезно тренируюсь, скажем так, три дня в неделю я тренируюсь, готовлюсь к зимней сезоне. В зимней сезоне я участвую в соревнованиях и так далее, и так далее, и еду в горах на соревнованиях, на тренировочные лагеря, и я профессиональный инструктор высшей категории, я тоже руковожу ассоциацией лыжных инструкторов Латвии, то есть это моя вторая очень серьезная зона, и я люблю это, я умею это, и это моя страсть и хобби. ну то есть, я считаю, что это у каждого человеку надо быть какой-то страсть и хобби, это моя абсолютная страсть и хобби, я всегда счастлив в горах, я всегда в диктофоне, я советую, кстати, делайте так, у вас в телефонах диктофон, и я начал делать как-то лет, несколько лет назад такой трюк, что когда я счастлив, я просто беру диктофон и записываю, я счастлив, такое-такое-то число, потому что вчера была пример, я счастлив, потому что первый снег, я счастлив, приехал в горы, прекрасно, и потом ты собираешь эти записи, в которых моментах ты счастлив, и когда ты не счастлив, ты прослушиваешь эти моменты, когда ты был счастлив, И это как-то делает твое настроение лучше. Ты понял, что вообще жизнь не так хреновая? Вот в этих моментах счастья я знаю, что вы тоже рано встаете и раздумываете над планами, как пройдет день и что будет дальше в театре. Вот жизнь театра, можно ли что-то придумать новое? Потому что все время появляются какие-то новые формы. Точитка пьесы, например, делают вот так, на нее продают билеты для того, чтобы сэкономить, может быть, на костюмах, декорациях. Вот какие-то новые какие-то веяния в театре? Или театр? Мне трудно сказать, я довольно консервативен. Так как я люблю в таком же уровне, как я люблю академическую музыку. И мне не всегда очень просто с такой современной музыкой жить. То есть Шнитке как-то это последнее, что еще я могу переварить. Ну, там из Латышей и Эшенвалда, и, конечно, Маскотт и так далее, и Петер Сваскс, и Арво Перц, и Эстонцев. Ну, то есть так. Но совершенно такой современной музыки иногда я пока не понимаю. И также в театре. Я тот человек, которому нравится сидеть в темноте. Вы не ходите ко мне, и я не пойду на сцену. То есть все-таки есть четвертая стена, и я смотрю и ухожу в это чувство, что... Я верю, что то, что на сцене происходит, действительно происходит. Ненавижу, когда в зале свет. Ненавижу, потому что это как-то мне выбивает. То есть я лично... У меня нет такого феноменального опыта, когда какая-то абсолютно уникальная новая форма театра повлияла на меня так, что я понимаю, это то, что будущее в театре. Я всё-таки как-то это... Я не тот человек, который бы сказал, давай новые, 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 новые формы. Для цирка, для интереса, для просто тренировки это... Почему нет? Это всегда хорошо. Но как концепцию, экспериментальный театр в принципе, и это не моя сфера. А кто отбирает пьесы для постановки в вашем театре? Да, это интересно. Мы делаем так, что Вестурс, Юстина Клява, который драматург, и я, мы просто читаем пьесы. Тогда мы идём вместе, и я говорю, вот, например, эта пьеса мне понравилась. Почитайте вы, на вас это работает. И когда какую-то пьесу, все три из нас, вау, это идёт, тогда мы её ставим в репертуаре и приглашаем режиссёра. То есть тут работает демократия. А нет ли такого, что необходимо всё-таки как директору театра заботиться о занятости, то есть пьесы искать, где есть возрастные, там, не знаю, молодые актёры? Есть, конечно, такой момент, но ты не можешь в таком плане думать про будущее театра, как занять актёров. То есть это как, ну, симфонический оркестр никогда не будет думать в программе поставить что-нибудь такое, чтобы арфа, например, там была, чтобы мы дали работу для играющего человека арфист. Ну, так же в театре, ты не можешь в таком смысле думать. Конечно, ну, например, у нас есть старого поколения актёры, бриллиантные, очень хорошие актёры. Мы придумали проект, это будет «Дайлес Канон», «Канон Дайлес», то есть моноспектакль актёров, каждый актёр старого поколения и его моноспектакль. Это другое дело. Но так специально подобрать пьесу для, ну, скажем, у Резы юбилей. Специально подобрать пьесу, чтобы на юбилей у неё была главная роль, по-моему, неправильно. По-моему, неправильно. Так не можешь ты ставить репертуар театра, подстраивать под актёрский состав. Нет. Ну что, на самом деле, вот мы как-то время незаметно пробежало. Директор театра «Дайлес» Юрий Джагарс сегодня был в нашей студии, рассказал о планах, много премьер. Так что приходите, следите за репертуаром, приобретайте билеты. Тем самым вы поддержите театр, тем более, что многие, на многие, я понимаю, уже спектакли билеты раскуплены и на октябрь. Да, и мы думаем, кстати, насчёт русской и английской аудитории, что мы купили такие титры хорошие, и мы будем на это работать, что, может быть, и как в опере мы будем по-английски и по-русски субтирировать спектакли. Я думаю, это нормально, это в мире происходит, и это, по-моему, только логично. И мне тоже нравится, когда я смотрю английский фильм, мне нравится читать субтитры, потому что я не всё понимаю. Я уверен, что русские аудитории хотя бы, они очень хорошо понимают латышки, но если там ещё написано, может, это даст. Так что мы на этом работаем и будем думать, как это. Большое спасибо. Юрий Джагарс был сегодня с нами в студии. До свидания. Спасибо.